В условиях неуклонно ухудшающейся для ВСУ ситуации на фронте, киевский режим взялся за продвижение некого, как они это сформулировали, нового плана. Еще совести хватает назвать это план победы. Для них это новый план беды. Они продолжают выпрашивать у Запада снятие ограничений на удары по территории нашей страны дальнобойным вооружением. ЕСовские политики отказываются мыслить не то что здраво и дальновидно, а вообще как-то, знаете, в русле своих же собственных установок. Они теряют чувство реальности, они абсолютно не задумываются о рисках дальнейшей опасной эскалации конфликта, даже в контексте собственных интересов. Теперь уже дело не в Украине и не про украинских граждан, про них они давно забыли. Они про себя не думают. Хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном? В случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима ответ России последует незамедлительно. Я думаю, что многое из этого вы уже наблюдаете в последние дни. И ответы будут крайне болезненными. 1 сентября режим Зеленского предпринял попытку самой массированной атаки на 15 российских регионов. Дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 158 различных беспилотных летательных аппаратов. Утром 2 сентября Киевская хунта совершила еще одно чудовищное преступление, нанеся преднамеренный ракетный удар по одному из детских садов Белгорода. К счастью, обошлось без пострадавших, сказали заблаговременно принятые местными властями меры при остановке работы дошкольных учреждений и школ в опасных районах города, включая и разрушенный бандеровцами садик. А теперь самое главное. Почему 1 сентября? Почему 2 сентября? Да потому что день знаний, потому что дети несовершеннолетние всех возрастов до совершеннолетия пошли в школу. Да и те, кто уже достиг возраста совершеннолетнего, они же ничем не отличаются от других детей, они школьники. Вот они, они в прицеле киевского режима. Это и есть терроризм. Владимир Зеленский предложил премьеру Индии на рендерном моде провести в Индию конференцию по урегулированию на Украине до выборов в США в ноябре. Мы бы хотели знать, были ли какие-то сигналы, какая-то реакция от Дели по дипломатическим каналам. Спасибо. Ну, мне кажется, что, я уж не говорю, что у Зеленского плохо с пониманием, мне кажется, вообще у киевского режима нет осознания позиции Индии и непосредственно руководства этой страны. А мы как раз искренне знаем и ценим стремление премьер-министра Индии внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса. И мы всегда благодарны руководству Индии за взвешенную позицию по Украине. И теперь самое главное, в чем суть позиции Индии и, так сказать, ее руководства. Вот это, мне кажется, никак не может понять Зеленский. А суть этой позиции заключается в том, что решение о месте и времени запуска мирных приговоров является прерогативой двух сторон конфликта. Может, кому-то хотя бы в рядах режима Санду придет в голову перечитать историю собственного края, собственной страны, собственной территории? Может, они вспомнят, что там было пару десятилетий тому назад? И чем это могло бы закончиться? Хотели бы в этой связи в очередной раз недвусмысленно предостеречь от подобных авантюр. С такими инициативами могут выступать только враги молдавской государственности и молдавского народа, желающие его скорейшего уничтожения. Провокации в их отношении будут рассматриваться в соответствии с международным правом, как нападение на Российскую Федерацию. Как Вы могли бы прокомментировать сообщение о том, что Армения заморозила свое участие во всех ОДКБ? И как в этой связи будет скоординирована работа организации? Спасибо. Вы знаете, я просто регулярно читаю заявления, которые делает официальный Ереван по этому поводу, в том числе. Я обращала уже внимание, они же вроде недавно заявляли о том, что ОДКБ покинуло территорию Армении. Потом начали заявлять, что они заморозились внутри этой организации. Хотелось бы понять, кто в ком находится. Это во-первых. Нет, ну правда, Вы понимаете, за каждым словом, за каждой фразой должен стоять не только смысл, что чрезвычайно важно, но если она произнесена официальным лицом, еще и ответственность. Понимаете? Не только за сказанное, но и за последствия. Второй момент. Вы знаете, мы неоднократно это все комментировали. Ереван, я повторю, де-юра остается полноправным членом объединения и сохраняет за собой соответствующие и права, и обязательства. Фактически же сейчас руководство Армении придерживается линии на отход такого взаимодействия, что, на наш взгляд, противоречит интересам армянского народа.